двигаться вперед сквозь время и обстоятельства меня поддерживает тепло семьи и дома альта профиль создаем тепло и уют вашего дома друзья всем огромный привет я думаю каждый сталкивался с такими петлями используется вот такая вот mdf либо пилки спрессованные и постоянно петли получается вырываются и у вас остается вот такая вот фигня здесь я не знаю для меня кажется почти это гораздо проще чем на самом деле это может быть показаться сейчас я покажу вам отличный способ который делается за пять минут но вернее делается пять минут потратите время немножко побольше на высыхание первое что мы сейчас нами сделаем уберем вот эту всю труху она нам не нужна и вот здесь тоже видимо трещина уже есть ее тоже лучше сразу наверное убрать а теперь нам надо закрыть чем-то вот этого отверстия вырезаем под петлю можно конечно залить полностью и потом высверливать но зачем мучиться если можно просто залить подобрать какую-нибудь форму похоже я вот например вот от пасты горе баночку нашел она прям идеально становится сюда частную пакетик завернем теперь берем эпоксидную смолу двухкомпонентную пластиковый стакан и смешиваем девять к одному по объему 9 миллилитров я набрал и теперь нужно 1 или литр отвердителя хорошо перемешиваем можно чем-то досыпать каком порошочка сюда цемента можно как для абразива сделать я думаю здесь нет нету смысла оставляем время жить здесь и полтора два часа естественно все теперь заливаем смолой все хорошенечко залили теперь оставляем это 24 часа для вас ты пройдет прям одна секунда по 24 часа мы теперь убираем нашу содержимое можно конечно и закрасить можно так оставить кому как нравится в общем два слоя покрыл оставляю сейчас высыхать можно всю покрасить вот такой задача нас не стояла теперь плотненько прижимается я думаю теперь это прослужит гораздо дольше чем на заводском было ну конечно чуть-чуть немножко видно и другой краски до чтобы здесь покрасить и можно полностью освежить вит шкафчик и никакой разницы вообще не будет и будет все классно я думаю идея полезная кому-нибудь пригодится надеюсь вам всем спасибо пока до новых встреч